С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! У нас прекрасный, солнечный, яркий, осенний, но в то же время очень теплый и хороший понедельник. Мы начинаем новую неделю. Новую неделю, как вы знаете, всегда с нашей передачи. Мы начинаем с рассказа о людях, которые окружают нас, о той жизни, которую ведут люди, приехавшие в новую страну, в Америку. И, как мы всегда иногда вспоминаем, по нашей передаче через 100 лет будут изучать, как жили эмигранты, приехавшие и начинающие жизнь в Америке 100 лет назад. Но мы доживем сегодня. Мы с вами сегодня осваиваем новую жизнь, и мы с вами стараемся в этой жизни себя определить. У нас всегда интересные гости. Гости, которые смогли себя найти, которые смогут себя воплотить и пытаются это сделать. Это кому-то пример, кому-то, может быть, помощь. Но в любом случае это интересно начинать с этого неделю, с этого начинать тот день, который называется понедельник, который символом начала, и с которого мы с вами тоже начинаем «Контакт по понедельникам». У нас сегодня интересные гости, как всегда. Люди, которые себя не просто пытались найти, они себя нашли в новой жизни, в новой стране, в новых возможностях. Люди, которые, может быть, иногда со стороны кажутся, что в этой области найти себя просто невозможно, что это сложно, что это... Ну, смотрите сами. Мы говорим на русском языке, мы приезжаем в Америку, здесь английский язык, здесь свои какие-то культуры, возможности литературные. И вдруг приезжает журналист, журналисты приезжают из бывшего Советского Союза, из Москвы, московские журналисты, и пытаются себя как-то найти. И находят у нас в гостях Игорь Шихман, издатель, главный редактор журнала «Время и мир», «Время и мир», главный редактор. И журналист, и писатель, которого многие вы знаете по передачам, которые у нас ведут на нашем телевидении, это Давид Гай, журналист и писатель Давид Гай. Итак, у нас в студии собралась такая команда, которая, можно сказать, журналистская. Команда людей, которые занимаются одними и тем же делом, но не совсем. Издавать журнал сегодня, наверное, не самое простое дело. Игорь, скажите, пожалуйста, «Время и мир». Время и место. И место, да? А почему-то у меня в голове мир и все. Ну, мир, слава богу. Да, действительно. Место, мир. Для того, чтобы мы увидели, что вы правы, мы сейчас покажем это на экране, как выглядят ваши журналы. Пожалуйста, покажите нам те журналы. Вот, пожалуйста, «Время и место». Вы правы, 100% «Время и место». Итак, «Время» понятно, 2000 какой-то год. «Место» тоже понятно. Это Америка и это Нью-Йорк. Ну, не совсем Америка. Я думаю, что это мир. Потому что в первом номере нашего журнала были авторы из 14 стран. Это русскоязычные писатели, поэты, которые живут во многих странах мира, в том числе люди, живущие в России. Поэтому место мы в данном случае не ограничиваем с Соединенными Штатами. У нас много авторов из Америки. Первая обложка у нас была русского художника, живущего в Чикаго. Очень интересная обложка. Я смотрю, все обложки у вас очень интересные. Нет, это уже обложки последние. Вот голубая обложка – это последняя обложка прошлого года. Красная обложка – это обложка первого номера нынешнего года. Это марка, выпущенная в государстве Монако Карликовым и посвящена юбилею, 50-летию присуждения Нобелевской премии Пастернака. И последняя обложка, она принадлежит очень известному художнику. Это парижанин, но человек с первым именем Борис Заборов. Знаменитый грант. Понятно. Хорошо, спасибо за то, что мы посмотрели. Скажите, Игорь, с другой стороны, мы с вами определились, время и место. Но, насколько я понимаю, вы сказали, что много стран, много авторов участвует в этих журналах. Прежде всего меня интересует, этот проект, он рассчитан на авторов, живущих за рубежом? И познакомить кого? Россию? Познакомить с теми, кто живет за рубежом и как он себя воплощает в литературе? Есть какая-то идея? Нет, есть идея. Дело в том, что, да, если пользоваться той старой советской формулировкой, процентное соотношение авторов, Да, у нас процентов 70-75 это литераторы, пишущие на русском языке и живущие за пределами России. Они сегодня пишущие люди, разбросанные по всему миру. Есть талантливый писатель в Австралии, есть даже в Китае, но в Америке это целая плеяда очень интересных авторов. Дело в том, что сегодня получить трибуну, такую печатную, очень сложно. Любое издание это серьезные деньги. И многие очень богатые люди, олигархи, которые охотно занимаются всякими проектами, отнюдь спокойно и даже, я бы сказал, равнодушно относятся к изданию журнала. Вообще, сегодня печатная продукция литературная, она в некотором загоне. Самые известные писатели сегодня счастливы, если их произведение издается тиражом. Тогда я немножко не понимаю. Два, две, три. Вы пилантроп, вы олигарх, кто вы? Нет, я понимаю так, что эти журналы, да, они толстые, вот я показываю нашим зрителям, вот видите, толстая, довольно-таки книжечка. Бумага шикарная, белая, хорошая, хороший шрифт. То есть, это издано с любовью, это издано с теплотой. Но это же деньги, я не уверен, что вы получаете обратно хотя бы половину этих затрат. У меня есть дурная привычка, если я за что-то берусь, я делаю это хорошо. А зачем вы за это брали? Сможем? Понимаете, в чем дело? Но не все же ради денег. Да, у меня есть бизнес, я не олигарх, я среднего уровня бизнесмен. У меня есть бизнес, на меня работают люди, но строить всю жизнь только по принципу накопительства для меня неинтересно. У меня есть много друзей, пишущих. У меня вот дома сегодня в книжном шкафу все время увеличивается полка с автографами. То есть, друзья, авторы дарят книги. Вот один из тех, кто увеличивает, заставляет меня покупать новую... Еще один шкаф. Да, еще один шкаф, сидит со мной рядом. Мы с ним, кстати, познакомились, когда учились на факультете журналистики 40 с лишним лет назад. И вот с тех пор идем... Вы журналист. Я уже говорил... Я кончил подписан, издатель, главный редактор журнала, журналист, бизнесмен. Но тогда объясните, когда вы приехали в Америку? Я приехал в Америку чуть больше 19 лет назад. И у вас не было такой, знаете, юношеской пылкой мечты, наконец, сказать правду и стать журналистом правдивым? О, вы знаете, я попробовал эту правдивую журналистику на Радио Свобода. Я год был фриленсом в Нью-Йоркской редакции Радио Свобода. Честно скажу, мне это очень помогло. Я получил богатый опыт. Но бежал оттуда, потому что это получилась очень смешная история. Радио Свобода оказалась точной копией любого советского издания. Только там разные были ценности в основе заложены. Там светлое будущее, а здесь демократия. То есть вы поняли, что журналистика правдивой и честной быть не может? Нет. А вам хотелось честной жизни? А вы знаете, мне хотелось просто делать то, чтобы писать не по заказу и публиковать не то, что от меня ждут, а то, что близко моему сердцу. Я могу вам сказать, что мы с Давидом выпустили семь номеров. Сейчас работаем над восьмым номером. В этих восьми номерах не было ни одного ангажированного материала. Был один, единственный, была одна единственная публикация. Мы опубликовали несколько стихов. Они были неплохие, но могли быть лучше. Но мне сказали, знаешь, эти стихи принадлежат пожилому человеку, который умирает от рака. Он никогда не видел своих стихов в книге. Это продлит ему жизнь. И я пошел. Не сделка с совестью. Они были не... Стихи, кстати, были вполне профессиональными. Вполне профессиональными. И я получил удовольствие, когда мне сказали, что это сработало, что ему стало легче. Он жив. Мы еще поговорим о том, как печатано и вообще, как можно помочь человеку. Мы поговорим. Скажите, итак, я понял так, что радио «Свобода» вы поняли, что это не тот путь, который вы бы хотели себя воплотить в Америке. Вы стали бизнесменом. Да. Став бизнесменом. Я пытаюсь вашу жизнь как бы представить. Вы заработали определенные деньги и поняли, что дело не только в деньгах. И это ваш первый, как бы, ну не хочу сказать филантропический, но по крайней мере душевный проект. Такой серьезный, да. Первый. Почему именно это? Потому что все-таки у вас сидел литератор, журналист. Вы сами пишете? Ну, конечно. Конечно. А, то есть вы помимо журналистов, мы теперь пишем про книгу и свою просьбу. У меня два года назад вышла книга, сборник повестей и рассказов. Мне уместить. Тебе самому, наверное, не очень ловко об этом. Ну, пожалуйста. Хорошо, Давид. Я понимаю, вы сами, вы сами проситесь. Я хотел бы пояснить. Нет, дело не в этом. Пояснить несколько моментов. Да, пожалуйста. Во-первых, относительно моего друга и издателя, главного редактора этого журнала. Я являюсь его заместителем. Дело в том, что Игорь не просто журналист, а Игорь человек, для которого литература – это далеко не пустой звук. И он меня весьма приятно удивил, когда пару лет назад подарил мне замечательную книжку, в которой рассказы, одесские очерки и ряд художественных вещей, рассказы, эссоистика, касающиеся уже других моментов. Эта книжка очень хорошо разошлась в Нью-Йорке, она продавалась здесь. Она по сей день есть в Черном море в магазине, в Санкт-Петербурге в наших магазинах знаменитых и так далее. Так что Игорь, занимаясь очень серьезным бизнесом, очень серьезным, поверьте, он не порывает с основным своим занятием, но возвел его на более высокую ступень. Это очень важно, это не журналистика, это литература. Это во-первых. Теперь по поводу журнала. Дело в том, что когда мы с ним затевали это дело, я помню нашу первую встречу, это было там пару лет назад, на Бордвоке, «Солнечный день». Это вот так вы беседовали, беседовали, и подумали. Посмотри, одна ниша совершенно свободна. Нет, я хочу восстановить справедливость. Идея создания этого журнала принадлежит Давиду. Он пришел ко мне с этой идеей, потому что, зная мой характер, зная меня, видел в моем лице единомышленник. Так, вот, значит, смотрите. Некоторое время назад, 20-30 лет, диссидентские издания за рубежом, за рубежами Советского Союза процветали. Поскольку там был железный занавес, туда в самой издате только это проникало. И журнал «Континент», и журнал «Посев», и другие издания, в общем, печатали то, что нельзя было прочитать в России, и попадало в Россию в виде самоиздата. И не только Солженицын, но и другие блестящие, так сказать, авторы и так далее. Но время пришло перестройки. В России напечатали практически все, что можно было напечатать, и сверх того, мы помним, какой бум-бум книжный. Насытили рынок, и журналы зарубежные как-то потухли. Ну, тот же «Континент», например, выходит сейчас в Россию, он уже не в Париже, и так далее, и так далее. И что? На этом надо ставить точку на эмигрантской или зарубежной литературе, которая сыграла выдающуюся, на мой взгляд, роль в становлении литературного процесса, в ознакомлении советских читателей, не только советских, но всех русских. Ну, маленькая ложечка, как бы, не дёгти, но, по крайней мере, не сладости. Существуют различные, я знаю, журналы, я даже не буду сейчас особенно называть, которые всё-таки печатают прозу, и много издаётся различных словников. Да, здесь, в Америке, в Нью-Йорке. Ну, вот мы решили попробовать сделать издание. То есть этот рынок не был совершенно девственным? Да. Но мы хотели разобраться сейчас в том, какой же является, кто, во-первых, читатель. Во всех странах есть читатели, которые предпочитают, или хотят, или умеют, или им нравится читать на русском языке. То есть они знают язык страны, где они живут, на этой, так сказать, сердце здесь, душа здесь. Во-вторых, мы хотели посмотреть, что собой представляет эмигрантская литература на данном этапе. Да, конечно, есть издания, но все они, в общем-то, не на том уровне находятся, прежде всего, финансово. Огромная проблема у всех финансовая. Потому что таких, как Игорь Филантропов, практически не находится, или крайне редкие люди, какие-то гранты получают, издатели. В общем, тут есть проблема. И не случайно в названии нашего журнала заложено слово «международный». Мы не замыкаемся на американской, только русско-американской. Это международный, литературно-художественный, общественно-политический журнал. Игорь уже говорил, в первом номере мы напечатали произведения русскоязычных литераторов, писателей, поэтов, публицистов, эссеистов из 14 стран. А вот я смотрю, что редакционная коллегия у вас тоже международная, да? Естественно. Ирина Басова, Франция, Олег Воловик, Венгрия, Нина Гин, Соединенные Штаты Америки, Эдуард Гурвич, Англия и так далее. Конечно. Давид Маркиш, Израиль и так далее, и так далее. Так вот, в каждом номере у нас представлено 8-10 стран. Мы, в общем, не то, чтобы ставим главной целью следить за географией. Но, коль это международный журнал, а не только американский, то мы какую-то все-таки палитру даем, которая, в общем-то, в какой-то мере, в какой-то степени выражает, что же такое суть явления, что же такое мигрантская литература. Я вам должен сказать, что в мире сейчас очень сотни писателей, которые и поэтов, и публицистов, которые уехали по разным причинам из Советского Союза. Некоторые продолжают печататься в России, некоторые, так сказать, порвали связи. И этот журнал для них отдушина. Я пообъясню еще почему. То, что вот Игорь начал. Дело в том, что в России сейчас книгоиздательское дело достаточно прибыльное, с одной стороны, но очень сложное. Потому что цены на все, на бумагу, на полиграфические услуги растут. Иммигрантских писателей стараются издавать, предлагая им издаваться за свои деньги. Во-первых, далеко не все могут себе позволить. А во-вторых, это для профессионалов унизительно. Это во-вторых. А в-третьих, вообще несколько в России сейчас такая вот ситуация, мы это прекрасно знаем, что на тех, кто вне России, начинают смотреть по-настоящему косо. Мы говорим о серьезнейшем угаре антиамериканизма. Мы знаем, как относятся к писателям, евреям, которые живут за пределами России. И так далее, и так далее. Поэтому я здесь, Борь, я закончу. Поэтому для них это тоже трибуна, и это тоже возможность высказаться. Мы есть на интернете. С восьмого номера у нас, скорее всего, появится интерактивный сайт, что очень важно. Люди могут вступать с нами в полемику, в переписку. Это уже будет общая... Хорошо, мы обязательно скажем об этом, и даже скажем телефон. Если хотите, даже громко скажу, что в мире он будет достаточно заметен. Тогда у меня такой вопрос. С одной стороны, вы говорите о том, как много литераторов за рубежом живет, и насколько они нуждаются, чтобы к ним с теплотой отнеслись. С другой стороны, зачем тогда вообще здесь должны присутствовать авторы из России? У них есть своя трибуна, у них из России. Значит, начнем с того, что авторов из России здесь крайне мало. Я просто два слова скажу. Значит, мы напечатали Михаила Веллера, потому что он здесь очень популярен. Но он издается достаточно... Я понимаю, но его здесь... Это новая вещь, которую мы донесли до читателей. Журнал не только в Америке, он есть в Европе, он есть в России. Вот этот вот, скажем, пятый номер издательства «Воскресенье» в Москве издал этот журнал. Он сейчас представлен именно в эти дни на международной книжной выставке-ярмарке в Новый ДНХ, которая проходит. Хотят посмотреть, как он разойдется. И так далее. Это как бы такой пробный камень. Потом, может быть, мы будем параллельно работать. Мы здесь отдаем им электронную версию, они печатают ее в России для русского читателя в России. Мы напечатали Дмитрия Бакина. Кто знает Дмитрия Бакина? А в 90-х годах говорили, что наконец-то в России, кажется, родился великий писатель. Это не преувеличение, это факт. Дмитрий Бакин пишет один роман раз в 8-10 лет. Это совершенно блестящая проза. И то, что он нам дал отрывок из своего нового романа, это невероятно важно для нас. И для него. Потому что после публикации в нашем журнале, ему позвонил главный редактор журнала «Октябрь», до которого наш журнал дошел. Сказал, Дмитрий, не хотели бы весь роман опубликовать у нас. Этот роман на корню купили в Англии и во Франции. Вот сейчас выходит на английском и французском языках. Он еще не закончен. Ну, так сказать, уже сам. Понимаете, как не напечатать такого человека, если его в России забыли? А в 90-е годы он чрезвычайно популярен. Нет, вы звучите убедительно. И, наверное, все. И, наверное, я не помню, кого еще из российских артов. Дина Рубина. Она печатается в России. Дина Рубина – это из Израиля. Мы печатали очень интересное произведение директора музея Герцена. А, да. Жолбаковой по поводу неизвестной страницы, ну, архивной, так сказать, треугольника Любовного Герцена. Нагарев и Наталья. Это очень любопытно все и так далее. Нет, я понимаю. Но единственное, мне показалось, что тогда вы так, в общем-то, убежденно говорите о том, что необходима трибуна для зарубежных писателей, что в этот момент, естественно, возникает этот вопрос. Но Россию нельзя выключать из этого процесса. Она встроена в этот процесс. Не будем считать, что она тоже частью зарубежья. Конечно, конечно. И там тоже есть зарубежья. Дело в том, что я знаю, наряду с этими журналами, вы в то же время, скажем так, Игорь, особенно это относится к вам. Я знаю, что вы настолько человек, как бы поиска, человек, который душевно не успокоен до тех пор, пока вот чего-то ему нужно обязательно такое искать. И вдруг появляется, это для меня было, надо сказать, довольно неожиданно. Вдруг в вашем издательстве, в вашем, и под вашим именем, кстати, Давид тоже, я вдруг обнаружил книгу, которая называется «Творящие чудеса». Давид Гай, Игорь Шихман. Подлинная история Joe of God, знаменитого бразильского целителя. Скажите, то есть для меня это было немножко неожиданно. Вот есть такой проект, он мне понятен, это все понятно. И вдруг появляется такая книга, которая, надо сказать, выделяется. И меня заинтересовало просто, как человек, это понятно, но почему вы к этому проекту пришли? Чего вдруг появляется такая книга? Покажите, пожалуйста, нам фотографии, вот мы сейчас покажем, как выглядит эта книга, вот она «Творящие чудеса» на экране. И даже в этой книге мы можем даже найти фотографию, где вы рядом с… Медиум. Да, Медиум Joe of God. Вот как раз мы видим главного героя этой книги. И еще одна фотография, где вы рядом с главным героем. Медиум, вы сами сказали «Медиум». Я как бы называю человека, как бы великого человека, вы говорите «Медиум». Скажите, это серьезно как-то вас заинтересовало, или это тоже благотворительный какой-то проект, поскольку вы чувствуете, что могли бы это поднять? Нет, понимаете, в чем дело, здесь он не… этот проект не благотворительный, не коммерческий. У нас просто появилось желание рассказать об этом человеке, потому что я дважды побывал, то есть я первый раз побывал просто любопытство ради, интереса ради. Я в своей жизни имел встречу с целителем. Эта женщина была с двумя высшими образованиями. Она мне серьезно помогла, и будучи атеистом, воспитанным в советской школе, в советском институте, тем не менее, я не отрицаю возможности наряду с официальной медициной обращаться к подобным людям. Они действительно чем-то обладают, и вообще в жизни, наверное, есть много чего трудно объяснить. Во всяком случае, если мы не можем объяснить, не надо от этого отказываться. Я приехал, я увидел… Мы говорим о том, что вы приехали в Бразилию, где живет творящий чудеса. В деревне Абаджане, которое весь мир уже знает. Да, сегодня знает весь мир. Туда я… Но я должен вам честно сказать, что, в общем-то, вы для меня открыли эту фамилию, это имя и это место. Но, Борис, я… Поэтому весь мир это… Борис, я думаю, что, вы знаете, сейчас в 21 веке люди с ума сходят с интернетом, и кто ныряет в волны интернета, тот наверняка… Попал в эту волну… Да, попал в Абаджане виртуально. Вот. Значит, я приехал, я увидел, что там происходит, а там действительно человек творит чудеса. Это непросто. Это не фикция, это не шарлатаны, не проходимцы. Этот человек творит, и при том, если он не может, он в открытую говорит, извини, я тебе не могу помочь. То есть, я понимаю так, что вы, как издатель, это как бы профессия-репортер, да? Да. Никуда от этого не деться. И вы, как человек, журналист… Журналистика – это такая вещь, как игла. Если ты уже… Да, если ты уже… Да, профессия-репортер. И это заинтересовало вначале вас просто, насколько это все действительно, и потом вы начали убеждаться, что за этим что-то стоит. Да. И второй раз я уже ехал с целью, мы с Давидом решили делать эту… Давиду вы тоже были, да? Я коротко был там буквально, несколько дней. Сидел я там, отсиживал. Вот, значит… Набирали материал. Да, набирал материал. Но мы составили планы книги, и Давиду больше пришлось работать в Нью-Йорке, мне там. Значит, у нас так, мы с того момента, когда познакомились, Давид мне всегда по вечерке в вечерней Москве давал задания, посылал вперед репортерам. Ну вот… Послал в Абаджане. Послал в Абаджане. Правда, командировку не оплатил. Нет, бешен. Значит, второй, вторая поездка уже была совершенно другая. Я больше наблюдал. Я не пользовался, честно. Ну хорошо, вот вы говорите, особая атмосфера, особые какие-то случаи, ну хотя бы один. Но не пугайтесь, пожалуйста. Ну, вы понимаете, в чем дело. Я вот описываю, что был случай, когда показали, Жоа показали фотографию одной женщины. Он сказал, ей надо немедленно приехать. Эта женщина по каким-то непонятным причинам, эти друзья мои, которые мне рассказывали, не знали причины, она задержалась и приехала через пять месяцев. Он сказал, ты приехала поздно, ты возвращайся домой и достойно прими смерть в кругу своих близких. Это грустно, но это так. И в то же время я встретил… А есть какой-нибудь случай такой, который… Вот я рассказываю, я не хочу кончать свой этот эпизод на пессимистической ноте. Я расскажу приятное. Мы с супругой приехали второй раз, и она встретила свою знакомую. Эта женщина, ну, 10 лет они не виделись, когда-то работали вместе, потом расстались. Эта женщина, достигнув 50-летнего возраста, никогда не занималась своим здоровьем, ей рекомендовали сделать 50 лет обследование. Она сделала обследование впервые серьезное и через неделю была на операционном столе. Рак поджелудочной железы. Ее вскрыли, разрезали и зашили. И сказали, извини, опухоль неоперабельна. И доктор ей честно сказал, Айрин, у тебя есть один год. Ищи что-то альтернативное. Она вот сразу после операции прознала ООЖА, поехала туда. Она там была за два с половиной года. Видите, ей обещали один год. Она два с половиной года прекрасно живет. И я уверен, что она еще будет жить. Поехала туда, выполняла. Прошла несколько бесконтактных операций. Следовала точно всем его указаниям. И каждый раз, когда она возвращалась, она проходила обследование у своих врачей. Они ничего не могли сказать, ничего не могли объяснить. Но тем не менее, тесты показывали, что эта опухоль как будто заблокирована. Нет метастазов. А рак поджелудочной железы опасен тем, что поджелудочная железа – это весь организм и метастазы. Я хочу добавить еще важную вещь по поводу этой книги. У меня есть вопросы. Дело в том, что когда я сказал, что его знает весь мир, это не преувеличение. Он в Абаджане, его духовный целебный центр существует с 1979 года, то есть 30 с лишним лет. К нему ездят со всего мира. Русскоязычные мигранты Америки узнали о нем реально пару, может быть, тройку лет назад. И сейчас форменное паломничество туда. Сотни, если не тысячи людей туда приезжают. На днях он будет выступать в Нью-Йорке. Четыридневная сессия будет проводиться в крупнейшем центре, наверное, мировом, не только американском центре, альтернативной медицины, Омега-институте. В Америке его тоже хорошо знают, это уже его третий приезд в Америку. Но русские к нему ездят из Америки. Уже четвертый. Атланта, Америка. Два раза Атланта, один раз Нью-Йорк. В общем, но русские к нему ездят очень и очень активно. Это была одна из главных причин, почему вы решили написать и издать первую на русском языке книгу Америки. Да, так вот как раз у меня и был вопрос. Скажите, это что? Это реклама ему? Он попросил отрекламировать вас или это? Борис, к рекламе это не имеет ровно никакого отношения, если вы читали внимательно книгу, там предисловие об этом говорится. Нам незачем его рекламировать, он не нуждается ни в нашей, ни в какой другой рекламе. Он настолько знаменит и настолько популярен, что ему не нужно ничего. Тем не менее, он с исключительным интересом отнесся к выходу книги на русском языке. Игорь с ним несколько раз беседовал, он ее, что называется, благословил. И вот на днях туда улетают наши друзья, которые везут определенное количество экземпляров книг ему в подарок. Он будет там их продавать, распространять, это его дело. К слову сказать, он за свое лечение не берет ни цента. Он лечит бесплатно. Там есть ящик, куда вы можете положить донейшн, можете не положить, никто за этим не следит. Он, это его тоже благотворительное, хотя обходится ему это очень дорого. То, что принять людей, разместить, это целая проблема. Ну, разместить он не участвует. Хорошо. Он не берет ни цента за эту работу. Так вот, главная цель, написать книгу об этом человеке и удовлетворить некий интерес русскоязычных эмигрантов, живущих в Америке, которые ездят к нему постоянно. Хорошо. Я провел по этой книге около 40 или 50 интервью с американцами и с русскими. Одну минутку, мы сейчас делаем рекламу, а потом мы продолжим этот разговор. Уважаемые телезрители, мы продолжим этот разговор и о бездательском бизнесе, и с нашими гостями Игорь Шихман и Давид Гай, а также о том герое, о котором мы сейчас заговорили, творящем чудеса. А сейчас, пожалуйста. Лучшее произведение мировой классики исполняет Александр Гунько. Лучшее произведение мировой классики исполняет Александр Гунько. Папаши, Карла, Буратино, вам расскажу о тех, кого люблю. Про Кагановских, Лазаря с Элиной, я к ним иду всегда, когда скриплю. К ним с медикером бегает тортила, и с медикейдом ходит дуримар. Их плаза пол Нью-Йорка излечила. Бегут к ним все, кто молод и кто стар. Ocean Medical Plaza представляет доктора Ирину Плескову. Специалист в области онкологии и гематологии, доктор Плескова занимается всеми видами онкологических заболеваний, проблемами в свертываемости крови, такими заболеваниями крови, как анемия, лейкемия, а также лейкозами и лимфомами. В офисе немедленно предоставляются результаты ультразвуковых и рентгеновских исследований, проводятся анализы крови, биопсия и химиотерапия. Вам нужен высококвалифицированный, ответственный врач. Это доктор Ирина Плескова. Ocean Medical Plaza. Золотые ключи к вашему здоровью. Илья Левков представляет интеллигентам, интеллектуалам и всем, кто любит читать, новинки издательства Liberty. Автобиографическая повесть Валерии Кореной «Пассиан с длиною в жизнь», который автор с не меньшим искусством и откровенностью, чем лимонов в романе «Это я, Эдичка» обнажает жизнь русской богемы в Нью-Йорке с ее необузданными страстями, трагедиями и судьбами. Александр Литвиненко. «Мой последний год жизни. Статьи и письма». Книга освещает политическое мышление и взгляды Литвиненко на Россию, Путина и ФСБ в современной политике. Послесловие Олега Калугина. Интересующимся историей Второй мировой войны и еврейской истории предлагается «Датский урок». Единственная книга о спасении датских евреев. Как же это произошло, что это маленькое королевство Европы, в котором Шекспир заняты лишь темные пятна истории, дало европейской цивилизации такой светлый урок. Цена каждой книги с пересылкой 16 долларов. При заказе трех книг прилагается подарок. Ваше русскоязычное и американское издательство «Либерти» предлагает вам лучшие книги на родном языке. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельник». У нас сегодня в гостях Игорь Шихман, издатель, главный редактор журнала «Время и место» и Давид Гай, журналист и писатель. Сегодня у нас разговор о людях, которые, в общем-то, умеют делать те вещи, которые им нравится делать. Не всегда у нас есть такие возможности, но мы их ищем. И вот сегодня как раз у нас такие гости, и прежде всего Игорь Шихман, который постарался найти внутри своего бюджета, внутри своей души, то, что его интересует. И стал издателем сегодня довольно известного и популярного журнала, который так и называется «Международный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Время и место». Это одна сторона, которую мы с вами уже рассказывали. Вторая – это вдруг появление, или вдруг, или, как оказывается, не совсем вдруг, книга «Творящие чудеса». Давид Гай и Игорь Шихман написаны на обложке. Мы говорим сейчас о человеке, который не совсем привычен в нашем понимании. Маг, исцелитель, живет в Бразилии, и об этом как раз разговор. Вы можете участвовать в нашей передаче, в нашем разговоре. Пожалуйста, сейчас на экране вы увидите номер телефона, по которому звоните, задавайте вопросы, комментируйте, и будьте тоже гостями сегодняшней передачи. А я хотел бы спросить вас, Игорь, скажите, вам лично маг? Он не маг. Га оф га. Он не маг, магу никакого отношения нет. Я поправлю сразу. Он целитель. Он не маг. Хорошо. С магией ко всему он никакого отношения нет. Хорошо. Целитель, творящие чудеса, целитель, он вам лично помог? Да. Я понял, вы ездили уже с женой. Это было, она просто хотела с вами вместе провести время, или она тоже почувствовала какое-то определенное отношение и необходимость в этом? Мы почувствовали необходимость. Наверное, прежде всего, чисто психологически, ну, мы, в принципе, здоровые люди, нам особо помогать. У нас нет каких-то страшных недугов. Но жизнь в таком городе большом, как Нью-Йорк, бизнес, это все время сопряжено со стрессами. И вот я вам хочу сказать, что поездка в Абаджане – это своеобразный заряд. Я сразу хочу сказать, что это деревня, быт, все, оно коренным образом отличается от курорта, то, что мы понимаем. Это не курорт, но это особое расслабление. Но я хочу один такой момент. Вот у меня такая мысль возникла. С одной стороны, да, это действительно, я прочитал эту книгу, она очень интересная, и она, как бы, меня настраивает на определенный духовный лад. Но с другой стороны, вот вы говорите, что это попытка уйти от большого города, от Нью-Йорка. Вот наверняка есть и в Нью-Йорк-стейт, и в Америке есть. Не обязательно лететь до около 20 часов, или 15 часов лететь в Бразилию и так далее. Не, 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 не. То есть, должно быть 10 часов. 10 часов, хорошо, но все равно это стоит деньги, это стоит время, это смена всего. Насколько необходимо именно это место и насколько необходим именно этот человек, если у нас есть... Вы понимаете в чем дело? Я вообще противник рекомендовать или кому-то говорить, ты должен, тебе нужно ехать. Для того, чтобы совершить эту поездку, человек должен почувствовать, что ему нужно, что он найдет там исцеление. Именно это место и можно? Да, что именно это. Ну, на начале нужно, наверное, прочитать книгу, он должен на интернете это найти. Вообще, знаете, я противника рекомендовать, когда я эмигрировал, меня спрашивали многие, когда я приезжал в Россию, а нам эмигрировать? Я говорю, нет, если вы у меня спрашиваете, значит, вам не нужно эмигрировать. Каждый человек должен прийти к этому. Хорошо, давайте послушаем, у нас есть звонок, Канада, Лина, Канада, здравствуйте. Алло? Алло, добрый день. Добрый? Добрый день. Добрый день всем участникам. Да, слушаем вас. Какой у вас? Я очень рада случаю воспользоваться своем глубоком уважении Давиду Гаю. Спасибо. Я его просто обожаю. Особенно, когда я его смотрю в программе «Пресс-клуб», я рада, когда он присутствует. Спасибо. Но еще другая. И я тоже какой-то более, ну, несоответствующий именно этой тематике чудес, но Давид в свое время очень помог человеку, я имею в виду Елену Трегубову, Давид. Я читала ее книгу «Байки кремлевского диггера», где она вас упоминает очень в положительном смысле, и очень мне было приятно это читать. Лина, это поразительно, я не знал об этом факте. Срочно найду книгу Лены. Жалко. Серьезно, да? Да, конечно. У меня есть эта книга. Ну, я найду ее, конечно. Поразительно просто. Спасибо огромное за напоминание. Я не знал этого. А какова ее судьба, вы не знаете? Нет, она в эмиграции, она в Англии. Она в Англии. Получила убежище в Англии политическое. Ну, вы знаете, что она написала две книги? Ну, конечно, знаю. Хорошо. Лина, вы хотите что-то спросить или прокомментировать еще? Ну, вот это я хотела... Хорошо, спасибо. Хорошего вам недели, хорошего вам утра. Большое спасибо. Спасибо. У нас на линии Дора, Нью-Джерси. Здравствуйте, Дора, вы с нами на линии студии. Алло. Алло. Да, Дора, здравствуйте, вы в студии. Здравствуйте. Говорите. Можно говорить или как? Да. Можете спеть. Прямо сейчас, да? Да, прямо сейчас. Ага, хорошо. Вы знаете, я бы попросила очень уважаемого господина ведущего, чтобы, так как время очень ограничено, чтобы он поменьше говорил и побольше слушал. Вы знаете, он немножко мешает, так сказать, своими замечаниями, вопросами, не всегда относящимися к делу. Все, спасибо. Хорошо, хорошо, я постараюсь. Но я все-таки начну с вопроса. Все-таки начну с вопроса. Так вот, мы говорим о чудесах и о жизни. Скажите, для вас это что-то такое, необходимость, которая была у вас создать такой книги? Да, необходимость. Вы знаете, там есть небольшой сувенирный магазин и магазин книг. И я видел литературу ОЖА на английском, на французском, на португальском, на немецком. И не было ничего на русском. И, ну, хорошо, мы приезжаем из Америки, мы владеем английским языком. Там есть достаточно много переводчиков, которые переводят с английского на португальский. То есть общение нормальное. Но сейчас приезжают люди, русскоговорящие люди из стран бывшего Советского Союза. И они ходят, ну, хоть что-то, хоть что-то узнать об этом человеке. И вот я рассказал Давиду после первой поездки. И мы так обсудили и сочли, что, наверное, неплохо, если мы напишем такую правдивую книгу. Тем более, что вот вы спрашивали, это реклама. Нет, я еще раз говорю, в нашем журнале не было рекламы. И это не реклама. Мы работаем абсолютно по другому принципу. У нас, в наших изданиях нет рекламы. А потом, зачем ему реклама? ЖА проводит три раза в неделю, три дня в неделю, по две сессии. Утром, утренняя и дневная. И на каждой сессии бывает от трехсот до пятисот человек. Он при всем желании больше. Триста, пятьсот человек? Да, триста, пятьсот человек. Это, вот, Борис, вы читали. Вот это вот паломники в белом, это вот определяет сегодня лицо этого населенного пункта Абаджани. Окей, Евгения, Калифорния. Здравствуйте, вы с нами в студии. Здравствуйте, меня зовут Евгения, как вы уже сказали. Я очень рада вашей передаче, потому что, знаете, вот я живу уже в Америке 15 лет, и я верю в людей, и верю в то, что мы состоим не только из тела и костей. Мы, очень важно, какая у нас душа, и какая у нас энергия. И о связи с космосом. И очень жалко, вы знаете, вот я сама не хожу к врачам уже, наверное, лет 10. То есть я хожу, конечно, я делаю обследование, но то, что мне советуют, всякие там операции, тесты, я поняла, что это только вредит нашему организму, потому что все таблетки, которые люди пьют, это они разрушают иммунную систему. Я хочу, знаете, что сказать? Я хочу сказать, вот по теме, конечно, все это правильно, я верю, но мне очень жалко, что это пишут, но ничего не делает никто почти. Почему в Америке оплачивают дорогие лекарства и не оплачивают вот эти игрукалывания, а капунча, который помогает людям, это дешевле гораздо обходится. Хорошо, хорошо, спасибо, Евгения. Я хотела, чтобы вот как-то это, ну вот эта восточная медицина, наконец получила, как говорится, в Америке подтверждение и понятие. Гражданство, гражданство, американское гражданство. Спасибо, спасибо, Евгения. Игорь, скажите, пожалуйста, вот как раз Евгения мне натолкнула на мысль, а как относится к официальной медицины? Вы встречали там врачей, вы знаете мнение людей, которые получили медицинские дипломы? Да, я знаю мнение врачей, там в центре работают врачи, притом работают талантливые врачи, которые работают на условиях волонтиров, они дежурят, потому что кому-то надо иногда оказать такую помощь, у кого-то кровотечение, хотя если присутствует ЖА, уже никто не нужен. Я видел, как он разрезает человека. Я тоже видел, я видел на интернете. Да, он разрезает, на моих глазах, я был в двух метрах, он обычным кухонным ножом разрезал человеку грудь, приложил руку и остановил. А что, это как бы специально он берет кухонный нож, почему не взялся скальпель, что там нет скальпеля? Нет, но он иногда берет, но вот почему-то глаза, операции на глаза, он только кухонным ножом. Но вот вы знаете, мне его ассистентка, русскоязычная женщина, Анжелика Кремер, она мне правильно сказала, вы, говорит, видите нож, а я вижу лазерный луч, лазерный... То есть ему все равно, что в руках практически находится. Да, я хочу добавить очень важную вещь. Дело в том, что американцы люди такие внимчивые, дотошные, и они решили несколько лет назад по-настоящему проверить, что же делает Джоао, и выбрали... Это компания ABC, знаменитая наша телекомпания, она сделала два фильма о нем, очень серьезных, по полтора часа. И они выбрали из толпы пять человек, очень тяжелых, кто-то на вилчере, кто-то с опухолем мозга и так далее. Они взяли историю болезней, с их разрешения, естественно, проанализировали все и дали на консультацию, на тесты крупнейшим американским хирургам, медикам, профессорам и так далее. В этой книге нашей мы приводим отзывы этих людей. Я только один отзыв по памяти могу сказать. Я не знаю, пишет профессор Осс, очень известный нейрохирург в Америке, каким образом Джон оф Гатт, Джоао добивается этого эффекта, но эффект несомненен, я не знаю, как это делается, для этого нам надо это изучать. Этого достаточно для того, чтобы поверить в то, что это далеко не шарлатанство и так далее. И я еще одну вещь хочу сказать. Наверное, те, кто слушают нашу передачу, ну, так сказать, интерес к подобного рода явлениям, естественно, велик, к альтернативам медицине тоже, потому что при всех достижениях американской традиционной медицины мы ею достаточно недовольны, и так по многим причинам и так далее. Если вы хотите действительно разобраться, что кто есть кто и что делает этот человек, ни одна теле- и ралли-передача не сможет, не в состоянии удовлетворить ваше любопытство. Постарайтесь увидеть эту книгу, прочитать ее. Возможно, она вам откроет на что-то глаза. Возможно, она вам поможет. Повторяю, мы не агитируем ни за что, мы никого ни к чему не призываем. Давайте послушаем теперь зрителей, а то только мы теперь говорим. Роман, город Нью-Йорк, здравствуйте. В студии вы. Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, а пыталась ли семья Рейгана связаться с этим целителем, чтобы он помог этому президенту бывшему? Или вообще этот целитель занимается болезнью Альцгеймера или вообще... Хорошо, спасибо, Роман. Спасибо. Я отвечу. У меня нет сведений по поводу семьи Рейгана. Я думаю, там уже процессы были связаны с возрастом. Рональду Рейгану уже было за 90. Но я могу сказать, что в этой книге мы упоминаем, рассказываем реальные совершенно судьбы двух людей, которые страдали очень тяжелой формой рассеянного склероза. Один из них в порядке, живет, недавно женился, родил ребенка, водит машину, работает, ходит на своих двоих, как говорится, и он, правда, он был у ЖАО 12 раз. Это свой свой рода рекорд. Я хочу добавить к тому, что сказал Давид. Я подчеркнул, бывают случаи, когда ЖАО честно говорит, точнее не он, а entities, которые, потому что в момент сеанса он в полном трансе. Он через час, когда закончится сеанс, он ничего не помнит и не знает. Так вот entities говорят, что мы бессильны помочь. Там не бывает такого, как у обычных знахарей. Приходи, дальше посмотрим. Бывают случаи, когда он категоричен. Я сам видел, ему португальская пара давала фотографии. Он ничего не отвечал. Пользуясь тем, что они говорят на одном языке, они настойчиво, то, что мы не можем сделать через переводчика, они настойчиво от него добивались ответа о судьбе этого человека, изображенного на фотографии. И кончилось тем, что он взял и порвал, и выбросил в сторону эту фотографию. То есть он не мог помочь. Я хочу сразу предупредить, он не всесилен, он не Бог. Хорошо. Лиля из Бостона. Здравствуйте, Лиля. Вы с нами в студии. Алло. Добрый день. Добрый. Я вам очень благодарна за эту передачу. У меня к вам есть большая просьба. Можете ли вы просперить хорошо, чтобы записать фамилию, имя человека, адрес его. Хорошо. Хорошо. Понятно. Название. И где можно приобрести... Давайте я вам дам номер телефона. Сейчас, одну секундочку. Игорь, мы сделаем так. Во-первых, я хочу, я как раз и хотел вас спросить. Вот эти журналы, где они распространяются? Где вообще ваша печатная продукция происходит? Ну, во-первых, с условиями... Я вот перевернул. С условиями подписки можно познакомиться на нашем веб-сайте. Скажите, а можно какой-нибудь телефон? Это проще всего на нашем мобиле. Конечно, можно. Я сейчас назову телефон. Он касается и подписки на журналы, и... То есть это контактный телефон? Контактный телефон. И книги о жаловах. И книги о жаловах. Эрия-код 718. Повторяю. 718. Телефон 815 5000. Еще раз повторяю. 8-1-5-5-0-0-0-0. Спасибо. Я записал этот телефон, и я повторю нашим телезрителям. И я добавлю еще, я думаю, вы, Борис, не будете против, мы, в принципе, это оговаривали. Если по поводу нашей передачи у телезрителей возникнут какие-то вопросы, не сочтите за труд, напишите на имя уважаемого Бориса Тензора, он нам передаст эти письма с вашими просьбами, пожеланиями, вопросами и так далее. На телевидении Аркен. Вы не против? Да, да, конечно. Хорошо. Пожалуйста, пишите. Спасибо. Скажите, Игорь, вот, как бы, вернувшись немного к этим журналам, но эти журналы продаются, можно их купить в России, можно купить их в Англии? Значит, и эта книга, естественно, тоже самое творящие через. Книга не продается, хотя мы ведем переговоры с издательством, которое желает получить права на издание, в России большой интерес к личности ЖА, вплоть до того, что уже были пару чартерных полетов, где набирались полные самолеты. Потому что лететь нужно, обычно все летит из Америки, из Европы до Сан-Паула, а Абаджане находится в полутора часах езды от столицы города Бразилия, поэтому из России уже были чартерные полеты напрямую в аэропорт Бразилия. Значит, подписку можно сделать в любой точке мира. В журнале на предпоследней странице есть наш купон подписной, есть на интернете наш сайт, который можете увидеть. В Нью-Йорке наши журналы продаются? В Черном море в магазине и в магазине Санкт-Петербург, в любых количествах. Да, кстати, я добавлю, что в ряде книжных магазинов Лондона, Парижа, Берлина журнал наш есть. Есть он сейчас и в Москве, ну, пятый номер пока, во всяком случае. Да, он сделан как пилотный вариант, издательский дом в воскресенье изучает. Но главное, все вопросы у телезрителей, у тех, кто заинтересуется журналом и книгой «Творящие чудеса», вот по этому телефону... 718, я повторяю телефон, пожалуйста, можете записать, взяв ручку. 718-815-5000, 718-815-5000, Игорь Шихман и Давид Гай у нас в гостях, а сейчас Мила из Кливленда у нас в гостях. Здравствуйте, Мила, вы с нами. Здравствуйте, я хотела задать вопрос, но мне уже вроде тут сказали. «Творящие чудеса», кто автор этой книги? Авторы сидят сейчас с нами в студии. Очень интересный материал, я очень интересуюсь нетрадиционной медициной. Повторите, пожалуйста, название книги. Хорошо, хорошо. Значит, я повторяю, что авторы сидят у нас в студии. Большое спасибо, кстати. Еще раз вам выразить свою благодарность. Давид Гай, Игорь Шихман, Игорь Шихман и Давид Гай. Книга называется «Подлинная история Джоа оф Гад», знаменитого бразильского целителя. «Творящие чудеса», «Творящие чудеса», «Творящие чудеса». Да, вот эта книга, можно показать ее более крупно. Сейчас, вот теперь показали меня и эту книгу. «Творящие чудеса». Давид Гай и Игорь Шихман. Борис, я добавлю. Да, пожалуйста. На первой странице книги есть запись. Эта книга написана и издана с благословения Джоа оф Гад. До начала книги я встречался с ним и получил это благословение. Согласен, даже не просто согласен, а благословение. Понятно. Ну, поскольку у нас времени не так много, давайте поговорим о будущем. У вас есть какие-то проекты, я вижу, что спокойно вы неживаете. Игорь, два слова буквально. Да, Давид Гай. С восьмого номера мы планируем организовать интерактивный веб-сайт нашего журнала. То есть у нас есть сайт, его можно набрать на компьютере на русском, гугле. Ну, кто понимает компьютер, время и место, и сразу сайт этот откроет. То есть будет интерактивный сайт, который нам поможет выйти, на нас выйдут, и мы выйдем, на сотни и тысячи людей, потому что в сети сейчас невероятная активность. И сетевая литература имеет, на мой взгляд, хоть ее отрицают некоторые в России, на такое же правное существование, как и печатная продукция. Может быть, она даже интереснее в чем-то. И пойдет полемика, пойдут обсуждения, пойдет критика, пойдет разговор. Нас будут вытягивать на разговор, мы будем отвечать. Назовите, пожалуйста, сайт. Сайт я могу назвать. Да, назовите. Ну, хорошо, пока мы послушаем, пока вы... Нашите, Наташа из Бостона. Здравствуйте, Наташа, вы с нами в студии. Здравствуйте, здравствуйте, господа, мне очень приятно... Только быстренько, потому что я хочу как можно быстрее людей, еще несколько. Пожалуйста. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, мне очень приятно всех вас видеть, я всех вас очень уважаю. Спасибо за вашу передачу. И отдельное спасибо Давиду Гаю. Мы, я не одинока, мы все его очень уважаем и с огромным удовольствием всегда слушаем его высказывания. Прекрасно, ваш вопрос. Мой вопрос такой. Ну, по поводу этой темы, я вспоминаю лет 30 назад, когда я еще была молоденькая, было тоже самое по поводу хиллеров. Был большой очень диспут, и посылали и фокусников, и окопиана, и люди верили, и не верили. Ну, конечно, мнения бывают разные, я больше склонна, в общем, верить. Ну, мой вопрос совершенно о другом. Мы часто видим Давида Гаю в пресс-клубе. Куда делся наш Кацов? Очень переживаем. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Кто делся? Кацов. Геннадий Кацов. Как? Он никуда не делся. Он перед нашей передачей был. Будьте добры, расскажите. Следующее воскресенье вы с ним увидитесь, как я понимаю. Все нормально. Наташа, не волнуйтесь, мы перед началом передачи с ним поздоровались. Он не поехал в Бразилию. Жив, здоров, все в порядке. Он просто переехал поближе к студии, вчера справил новоселье. Понятно. Хорошо. Пожалуйста, вы хотели, Давид, взять название. Да, так вот интерактивный сайт. Название сайта. Да, сайт я могу назвать, если у вас, господа, ручка и бумага перед глазами, я вам его продиктую. Значит, www. Ну, это как обычно. Можно я продиктую быстренько? Ну, я, Борис, сам справлюсь. Значит, дальше. Латинские буквы. В, как Виктори, М, как Майкл, З, как Зибро, Х, Ю, Р, Н, А, Л, точка, Кам. Читается так. ВМ, журнал, но в особой транскрипции, точка, Кам. Ну, я боюсь, что не очень удачно записаться. Проще всего. Наберите на компьютере. Русский Гугл откройте, наберите на компьютере. Время и место, в кавычках, или без кавычки, и вы тут же получите этот сайт. Я думаю, самое быстрое. И вот с восьмого номера этот сайт станет интерактивным, то есть на нас выйдет огромная, как мы понимаем, огромная аудитория. И ввести его будет критик и программист Дан Дорфман, живущий в Бостоне. Очень активный и очень чрезвычайно опытный человек, один из первых и самых серьезных сетевиков, которые... Хорошо. Роза, Сан-Франциско, здравствуйте, вы с нами. Роза, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не могли бы вы мне подсказать, как можно в Нью-Йорке, когда этот Джо будет в Нью-Йорке, и как можно его найти? Он будет в Нью-Йорке с 29-го числа, но все билеты на его сессии уже раскуплены несколько месяцев назад. Поэтому надо... Ну, он будет, дай бог, в следующем году, и просто... Я не знаю. Он... Во-первых, поймите, ему 67 лет, и иногда он не привык к поездкам таким, для него эти поездки это целое событие. Он не любит ездить. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь снова? Лично вы, например? Да. Я тоже, но ведь вы везете как книгу, вы хотите там послушать от него хорошие слова, или вы чувствуете, что вам это необходимо? К книгу 14-го числа повезут мои близкие люди. Туда это донейшн, то есть мы безвозмездно передаем часть тиража, он будет там продаваться по усмотрению администрации дома, где дома Игнасио, где ведет свою практику ЖА, вот, и эти деньги пойдут на нужды этого дома. Нет, 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 нет. Мне нужно поехать именно подзарядиться. Кстати говоря, пятницу, я часто отвечаю на телефонные звонки в издательстве, и в пятницу у меня раздался звонок одной читательнице, она меня спросила, задала мне очень любопытный вопрос. Вы что, весь тираж возили в Абаджане? Я говорю, почему вы так решили? Нет, мы ничего не возили. Ну, мне кажется, что ваша книга заряжена, и вот когда я кладу на тумбочку возле себя, у меня не бывает головной боли. Я хочу вам сразу сказать, дорогие друзья, наша книга не заряжена, мы не претендуем на талант медиума, но, наверное, ее интересно прочитать. Творящие чудеса. Время и место. Игорь Шихман и Давид Гай. Это наши гости сегодня. Время и место. Творящие чудеса. И вы, господа, большое вам спасибо за то, что сегодня вы были в передаче «Контакт» с понедельником. И я желаю удачи. Давид, вы собираетесь поехать в Бразилию, да? Да, я весной, видимо, поехала. Весной поедете. Ну что ж, я желаю удачи. Борис, огромное спасибо вам, не только от нас, но и от, я думаю, большой аудитории читателей, журнала. Я повторю телефон. 718, 718, это рей-код 815-500, 815-5000. И с вами был, как всегда, Борис Тенсор и программа «Контакт» по понедельникам. Всего вам хорошего, хорошей недели и начнем неделю с улыбки. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!